дорогие друзья всех с ночью понедельника сегодня будет видео о любви о любви настоящей о любви безусловной о любви которую мало кто испытывал но обязательно испытает всякий для страдальца смех неестественным печальному человеку приходится делать над собой неестественное усилие для того чтобы рассмеяться и этот смех скорее саркастический и неестественный но никак не настоящий и никак не искренне индивидуум находящийся в состоянии постоянного или перманентного негативизма благожелательность спокойствие и приятие для него это не есть естественное явление для любящего мир человека позитивного оптимиста напротив такие состояния как гнев злость ненависть осуждение сопряжены с большим усилием осознанный человек не способен осуждать сравнивать и ненавидеть а большинству современных людей требуется усилия для любви и правда ли печальная статистика для человечества в целом ортодоксальное религиозное течение и секты секты поменьше существует для управления социумом для контроля и корректировки в соответствии с необходимостью состоянии коллективных индивидуальных сознаний посмотрите внимательно вокруг себя одни люди в вашем окружении вдохновляют на любовь другие насаждают ненависть так было так есть и так будет до той поры пока человеческое общество не изменится посредством изменения сознания каждого в своей индивидуальности прикосновение к внутреннему я взгляд в наше внутреннее пространство открывает каждому из нас возможность понять свою истинную божественную природу ту субстанцию которую люди концептуализировали как душа это возможность почувствовать вселенскую любовь достаточно одного мига чтобы не забыть это никогда длительность несущественно узнав вкус капли моря вы познаете вкус всех океанов мира любовь имеет эталон познать его можно только в безусловности без сравнительных форм без осмысливания этого состояния любовь есть чистый искренний восторг вашей души свет вдохновение базовая красота созерцание творчество самоотдача вдохновение любовь это праздник жизни в настоящем моменте и без мыслей без времени когда вы влюблены вы не думаете о том что должны любить вы просто любите празднуете существование радуетесь присутствию в этом мире и этого абсолютно достаточно внимание обращенное в будущее или в прошлое всегда сопряжено с мыслительными процессами так вы уходите из настоящего момента так вы покидаете свой дом и возможность счастливого бытия одержимость логическим мышлением убивает саму возможность любить и быть любимым здесь и сейчас повергает человека в сомнения и через это в страдании неоправданных ожиданий и иллюзорных надежд любящий человек не думает он просто любит круглосуточно вне времени ибо момент любви это время вне времени любовь как бег по лезвию бритвы где с одной стороны океан возможностей а с другой стороны пропасть невозможного бегущие по лезвию бритвы неизбежно движется навстречу со смертью но тот кто обрел баланс в этом беге способен увидеть истинный смысл и лик смерти ее настоящее лицо энергичная осмысленная и славная смерти старухи с косой трансформируется в таинство любовь возносит нас над нашей обыденностью чем больше мы осознаем нашу истинную природу чем меньше мы функционируем на автопилоте своего эго тем глубже мы осознаем незыблемые ценности нашего бытия тем более самоотверженно эго начинает служить нашему естеству нашей душе и через это всевышнему частью которого наша душа является как капля в море осознания дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний не излечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание любовь смывает с нас грязь плит причинно-следственной обусловленности мрачную пыль обыденности бытовой скуки современные социум в купе с системой управления прилагают постоянные усилия для содержания своих рабов в неведении предлагая нам всеми средствами информации не заводить любовь до объективной вещи до примитивных потребительских функций выраженных в животных инстинктах и удовлетворение похоти и телесных желаний человечеству предлагается рассматривать любовь как средство от скуки но тот кто увяз в скуки и развлечениях никогда не обретет понимание сущности бытия он не поймет таинства любви и как следствие не поймет таинства смерти и воскрешения в новом теле такому человеку остается очень унылый удел искать в своей физической смерти также и психологическую смерть осознанный человек так называемый просветленный человек в первую очередь любящий это необходимость такая же насущная как пища и дыхание особенно это ощущается при условии понимания человеком своего присутствия в бесконечности перевоплощений во временных кластерах мироздания истинная любовь безусловно она не похожа на обычную любовь с зависимостью где присутствует алгоритм типа я тебя люблю при условии что ты 3 . любовь не может содержать никаких условий в противном случае это просто контракт а не любовь безусловная любовь не что иное как восторг праздник восхищение полет полная самоотдача включая все свое существо беспрошение чего-либо взамен социальные отношения называемые любовью это желание обладать другим человеком как вещью получить власти над его материальными или духовными ресурсами и использовать их почему так много несчастных пар живут в состоянии постоянного неудовлетворения друг другом в чем причина бесконечных скандалов и претензий супругов друг другу ведь ответ то прост и очевиден это неоправданные ожидания и как следствие обида любовь это последняя и конечная стадия самореализации она похожа на чудо любовь бесконечна она вечно любовь приносит душевную боль но высшее состояние любви вдумайтесь это смех над этой болью смех над своей болью человек боится пресыщение любовью этот страх возникает чуть ли не сразу с тем моментом как человек влюбляется он живет глубоко в сознании но периодически всплывает на поверхность мысли форм пресыщение ведет к обезличиванию и смерти феноменального проявления любви безусловная любовь не содержит в себе этого страха пресыщения ибо нет зависимости и страха потери этой зависимости безусловно любовь приносит для эгоцентричного человека обычного не вполне осознанного массу страданий много страданий тем не менее в совокупности ощущений возлюбленные счастливы до момента наступления пресыщения поскольку даже ненависть не липкая и холодная а горячая и страстная происходит от любви нету человека никакой возможности бытия в этом дуальном мире и наслаждения без изменения полярности психоэмоционального состояния никак невозможно ощутить сладкое не познав горькое в парфюмерных магазинах всегда есть баночка с натуральным кофе дабы запах можно было различать с острой отчетливостью именно синусоидальная диаграмма настроения позволяет испытывать человеческому индивидууму всю насыщенную и полную гамму эмоциональных восприятий реальной действительности когда два человека любят друг друга объединяются не только их тела в единение вступают их сердца их песни сливается в единый божественный мотив симфонию тотального экстаза если объединяются только их тела то это не любовь это просто половой акт удовлетворяющий обычные животные инстинкты и не более того всякое животное насекомое птицы и земноводные делает это также легко как большинство двуногих животных это легко это повседневно парадоксальным является понимание того что в единении сердец происходит восхождение к пониманию того что тот кого ты любишь более важен для тебя чем ты сам и это есть основной показатель истинности чувства все остальное только пустые слова и оправдания перед собой окружающими это полное растворение смешение в единое двух духовных субстанций и это единое становится нитью связывающий этот экстатирующий конгломерат душ с божественным благословлением он озарен божественным светом любовью отца нашего вышнего в этом благословлении исчезают и я и ты больше нет ни его нее они стали одним единым светом источающим абсолютную любовь конечно сказанное мною здесь и сейчас понятно далеко не каждому тому кто это испытал понимание уже не требуется но он вряд ли будет читать эту статью те же кому неизбежно предстоит войти в такое состояние и можно дать несколько пониманий и определений дабы человек мог понять что с ним что с ним происходит и на каком этапе он находится первый этап вы понимаете и ощущаете себя вне социальных программ они вам начинают быть просто неинтересно второй этап ваша важность уходит на второй план нивелируются на первый план выходит объект вашей любви вы постепенно исчезаете сами для себя исчезаете дискретно частями фракциями вы ощущаете присутствие бога в себе он проявляется в вашей всеобъемлющей любви вы сливаетесь безбрежным истоком идите навстречу этому потоку в радости и сознание этого действия любовь начнет трансформироваться в служение истоку богу всевышнему отцу нашему третий этап наслаждение любовью начинает производить трансформацию вашего сознания вы становитесь тем кто дает без меры и вы не оскудеваете вы сами становитесь рогом изобилия сам исток пополняет вас вы получаете глубинную свободу в истинной ее простоте и полноте любовь обладает неуловимым чувством свободы кто-то может думать что вы стали рабом но это лишь модель поверхностного понимания любовь это абсолютная свобода ибо вы освобождаетесь от его которые и есть тюрьма настоящая тюрьма любовь открывает просторы осознания вы свободны от прошлого вы свободны от будущего вы здесь сейчас и это есть сам экстаз сам восторг само бытие свобода это качество а не свойства свобода внутренняя вдумайтесь в это слово раб находится в своих оковах сделанных из его золото денег имущества таланта работы власти он тотальный абсолютный раб он сам сделал себя рабом и сам себе лжет современная бизнес элита это толпа рабов которые выковывают себе золотые цепи потолще и попрочнее и чем больше их темнице тем крепче и засовывай на которые они сами себя запирают они хотят жить но не могут ибо свободу может быть только внутри человека любая внешняя свобода это просто ложь и самообман для раба нет рассвета его золото это его ответственность вы все еще завидуете миллионером в жизни каждого человека есть взлеты и есть падения так устроен этот дуальный мир тотальных противоположенностей вы будете еще много раз падать но не будете повреждены вы будете ошибаться просто не повторяйте ошибок ибо каждая ошибка дар нашего отца так приходит мудрость дорогие друзья всех вас люблю всех вас целую до новых встреч пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание спасибо за субтитры за субтитры за субтитры за субтитры за субтитры Алексею Дубровскому! субтитры за субтитры Алексею Дубровскому!